Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, которая вчера провела прямую трансляцию для девочек, на которой она на камеру трясла трусами. Пусть кружевными, но тем не менее Лена показала нам свое нижнее белье. И несмотря на то, что она изначально провозгласила, что эфир этот предназначен специально для девочек, естественно, мальчики тоже на нем сидели и подглядывали. И в первую очередь Селим. Куда же без него? И Шкин Биным тоже появился на прямой трансляции. Лена сразу запереживала, стушевалась, потому что Селим не любит, когда Лена трясет своим нижним бельем у всех на виду. А ведь Лена скупила мешки этого китайского нижнего белья специально для Селиму. Ну нравится Селиму, когда Лена наряжается в стринге. И когда Селим звонит, а звонит он по ночам, и вы не подумайте ничего такого, никакого там виртуального интима нет и быть не может, просто разница во времени, объясняет Лена. Когда наконец-таки они оба освобождаются, то у Лены ночь. Соответственно, когда Селим звонит по видеосвязи, то Лена готовится ко сну, и она хочет, чтобы Селим видел ее возлежащей в очень эротическом неглиже на своей кровати, а не в какой-нибудь бабушинской ночнушке. Конечно, Лене там сразу стали писать, да что вы тут трясете этим галимым китайским барахлом за три копейки, что вы тут трясете этой цыганщиной перед камерой. И Лена была вынуждена согласиться с тем, что действительно те времена, когда она входила в шелках, когда она покупала натуральный хлопок за бешеные деньги в Москве, прошли. И теперь, находясь в Америке, она вынуждена покупать нижнее белье на Амазоне, но зато по многу. Да какая разница? Селим же просто визуально это все воспринимает, пошупать он это не может. И вообще Лена сказала, что стринги под неглиже она надевать не будет, потому что резинка жмет, и вообще у нее пузо настолько выросло, что ей нужна свобода под неглиже, ничего не должно быть, никаких резинок, ничего не должно стягивать. Вот такие подробности Лена раскрыла на своем прямом эфире. А вообще у Лены с Селимом состоялся очень серьезный разговор. Да, молодые снова чуть было не поругались. Дело в том, что на телефоне у Селима на экране нет портрета Лены. Лена долго терпела и ждала до последнего, в надежде, что рано или поздно на экране у Селима появится портрет именно Лены. Но нет, на телефоне у Селима Лена как не стояла, так по сей день и не стоит. А на экране у Селима племянник, племянник и племянница, так называемые племянник и племянница. Мы до последнего не знаем, кем Селиму приходятся эти дети, вплоть до того, что многие утверждают, и в том числе и я это подозреваю, что эти дети, которых Селим так боготворит и которых Селим осыпает подарками, и Лена их тоже осыпает подарками, являются вовсе не племянниками Селиму, а детьми Селима. И та самая сестра, которой Лена возит подарки чемоданами, это не сестра, а жена Селима. Почему? Да потому что многие в чате совершенно справедливо стали спрашивать Лену. Подождите, подождите, Лена, вы так много рассказываете о сестре Селима и о ее детях, но никогда почему-то не упоминайте мужа этой сестры, ведь у нее муж и двое детей. Вы когда-нибудь в глаза этого мужа видели вообще, чем он занимается по жизни, что он делает? Ни одного слова о муже. Это как-то странно. Только сестра, сестра, сестра и то, что Селим всегда и очень много материально помогает этой сестре. Ведь в свое время, может где-то год назад, у Лены было видео, в котором она как раз-таки рассказывала о том, что она стала задавать Селиму неудобные вопросы именно по поводу сестры. Ей как раз-таки было непонятно, почему Селим так много финансово помогает сестре, тогда как Лена никаких подарков от Селима не видит. Только сестре он посылает деньги. Как только сестре что-то нужно, первое, что она делает, она звонит Селиму, и Селим ей высылает деньги или привозит то, что ей надо. Лене показалось это странным, и она спросила Селима напрямую. Стоп. А что, у нее нет мужа? Почему она первым делом звонит тебе? На что Селим, конечно же, Лене ответил, что он как брат гордится тем, что он сестре может помочь. Это в их культуре заложено. Брат должен помогать сестре. Жаль, что Лена тогда Селиму не ответила. Не знаю, как у вас в Турции, а у нас во Флориде сестра по имени Родни всегда помогает, а не наоборот. Ну ладно, шутки шутками, но действительно, уже тогда Лена заподозрила неладное, уж очень странной ей показалась вот такая вот активность сестры Селима. Сестры в кавычках, да? Потому что мы пока еще не знаем, кто эта женщина, которая не дает Селиму покоя, которая высасывает из него все финансы. Мы можем догадаться, что, возможно, это не сестра, а жена. Но у Селима на все есть объяснение, на все есть отмазка. Так и в этот раз он Лене сказал, my love, твоя фотография не стоит у меня на телефоне, потому что я считаю, что ты должна быть только для меня. А если я поставлю твой портрет на телефон, то все мужчины вокруг будут на тебя смотреть, будут облизываться, и получается, что ты уже принадлежишь не только мне. Короче, Селим, такой вот консерватор, он Лену не хочет ни с кем делить. И самое главное, он сказал ей, ты у меня в сердце, my love, какая разница, что у меня там в телефоне? Главное, что в сердце у меня ты. Это мне напомнило одну историю из жизни. У меня знакомая, которая вечно тоже гоняется за мужчинами и потом узнает, что они женаты. И вот, лежа в койке с очередным кандидатом, она продолжает долбить его своими вопросами. Мол, скажи мне правду, поклянись, что ты развелся со своей женой. А он в ответ ей говорит, дорогая, главное, что мы сейчас в объятиях друг друга. Какая разница, что там с этой женой? Ну и в конце концов, естественно, он пропал и наверняка вернулся к своей жене. Но все эти отговорки Селима, все его отмазки, все его аргументы попахивают вот чем-то похожим. Вы знаете, главное, дорогая, что мы с тобой сейчас вместе. Мы лежим на этой тахте, держимся за руки и наслаждаемся компанией друг друга. Какая разница, что там да как? Кому все это нужно? Но, тем не менее, все сводится к тому, что Лена продолжает возить подарки, продолжает снабжать Селима деньгами, а он потом поддерживает свою семью в прямом смысле слова, то есть наверняка жену и детей. По крайней мере, Лена не проверяла документы у сестры, у племянников, кто они, что они. А на вопрос относительно того, видела ли когда-нибудь она в глаза этого мужа сестры, Лена замялась, Лена стушевалась опять и сказала, что нет, от него передавали спасибо за подарки. Ему, оказывается, Лена тоже привозила подарки несуществующему мужу, так называемой сестры Селима. И на фотографии Лене показывали этого мужа. Муж объелся груш. Короче говоря, запутанная история, но Лена продолжает вещать и продолжает рассказывать нам о том, какой же Селим консервативный в своих взглядах. Например, он не разрешает Лене носить блузки с глубоким вырезом. Так, в очередной свой приезд, в прошлый, по-моему, свой приезд, когда они встретились, наконец-таки уселись в машину. И первое, что Селим ей сказал, так это то, что у нее слишком глубокий вырез. Почему ты приехала с таким глубоким вырезом? Срочно нужно переодеться. В общем, короче, не жизнь, а ад у Лены, но ей это нравится. Ей нравится, когда Селим может стукнуть по столу и сказать ей, что делать. И вот Лена для того, чтобы нарядиться в китайские стринги для Селима, снова несет материальные потери, снова несет расходы, потому что все-таки Лена не одну посылку купила, не гляже в разных тонах, в стринге тоже разных тонов. В общем, Лена готова к труду и обороне. Теперь Селим может звонить в любой момент, и Лена предстанет пред ним в очень эротическом аутфите. Ну, помимо всех этих разговоров о Селимках, о стрингах, Лена сказала, что она больше не хочет ни слышать, ни видеть ни Марину Нову, ни ее маму. Уж не знаю, что там произошло. Раньше Лена пела дифирамбы маме Гали, восхваляла маму, желала маме всего самого наилучшего и всего самого доброго в Америке, сказала, что у мамы все будет хорошо, и мама найдет свое место под солнцем, под флоридским солнцем. Но опять что-то пошло не так, и Лена сказала, что и у Марины Новы, и у ее мамы неадекватная на нее реакция. Ну, скорее всего, тут не обошлось без влияния Люды Флориды Ялты. Нужно помнить, что и Марина, и мама Галя, люди подневольные, они пляшут под дудку Люды Флориды Ялты. Люда Флориды Ялта пустила их пожить. Учитывая, что ни у Марины, ни уж тем более у мамы Гали нет постоянного заработка, они бы не смогли снять квартиру самостоятельно, их бы никто просто не пустил без надлежащих документов. А тут по знакомству Люда Флориды Ялта пустила их пожить, естественно, за квартплату, но тем не менее, без всяких лишних там процедур и проверок документов. Поэтому, конечно, они делают так, как говорит Люда Флорида Ялта. Ну, в принципе, Лене-то какая разница? Нафига ей сдались эта мама Галя и Марина? Забыть, как страшно с ней не вспоминать. Люди не обязаны дружить. Тем более, что для контенту у Лены полно материала, в частности, материал, касающийся Селима. Как я уже говорил, у Лени на канале появились какие-то видео, обозначенные звездочками, типа того, платный контент для членов ее сайта, те, кто проплатили членство. Какие уж там новости, касающиеся Селима, я не знаю, потому что на позавчерашнем стриме Лена говорила, что новостей никаких нет. Все тухло, ничего не происходит. Виртуальный роман с сомнительным мальчонкой жигола, ничего более. Ну, помимо всего прочего, Лене, конечно, рекомендовали ходить в какие-то магазины, где можно бесплатно набрать еды. Лена сказала, что нужно быть молодым, энергичным, чтобы входить в такие места, иначе ее с ее больными ногами там снесут и растопчут, поэтому она предпочитает ездить в более или менее приличные места и за все платить. Лена съездила в одно такое приличное место, набрала очень много вкусной и здоровой еды, я думаю, видео выйдет, а может уже вышло по этому поводу. Но это уже совсем другая история. Сейчас нам только остается ждать и верить в то, что у Лены не будет никаких проблем в школе, потому что Марина Нова обещала позвонить директору школы и нажаловаться на Лену, но Лене объявили, что уже до Марины Новой туда позвонили и нажаловались. И, кстати говоря, Лену спрашивали, а вы не стесняетесь вот так вот трясти стрингами, не гляже на камеру? Ведь в школе знают, что у вас есть блок, и, возможно, какие-то дети заглянут. Мало ли, мальчики-подростки смеются же над учителями иногда, да, вставляют им палки в колеса. Конечно, Лена нам говорит, что дети, они ангелы, они чистые. Но, вы знаете, такие ангелы бывают, что мало не покажется, тем более, судя по фотографиям, опубликованным на домашней странице этой школы, там не самая благополучная среда. Ну что ж, будем надеяться, что Лена не будет бежать и из этой школы, роняя тапки. Пожелаем ей удачи на поприще учителя естественных наук и полового воспитания. А у меня по Лене Хэппи все на этот раз. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по вчерашнему стриму, пожалуйста, пишите, комментируйте. Мне всегда очень приятно и очень интересно читать мнение зрителей. Благодарю всех тех, кто подписался, кто поставил лайк. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.